привет арсений здравствуй слушай хотелось бы тебя расспросить вот о чем ну во первых вчерашний день что бы ты выделил очень тяжелый эмоциональный трудный день все началось 5 30 утра когда за окном было еще темень мы проснулись правда хорошо что старик перевел часы можно было еще часик поспать то есть перепутали время да перепутали время все проснулись на час раньше но потом досыпали часик но поспали очень мало потом по пробкам добирались на цепет долго нам не могли найти чего-либо который должен был вынести пропуска наконец-то мы явились сели на сцену нам уже рассказали как мы должны на сцене выходить там вы танцовывать все но тут мы не смогли настроиться у организаторов поломались наушники нам их не смогли долго сделать когда сделали в итоге наши наушники мы подключили когда все сделалось была задержка на протяжении двух или двух с половиной часов нам сказали что мы уже просто должны отыграть наш матч без всяких выходов на сцену и без ездить за лтв в принципе первый матч сложился достаточно благоприятно мы играли очень ужасно но американцы играли еще хуже и мы выиграли потом вот была тяжелая игра с лайнс где мы не смогли вообще найти себя проиграли безалаберно играли в принципе понимали все что делают шведы но не смогли предположить ничего и ну кстати говоря я тебя перебью такой тонкий момент вот у всех команд от происходит по-разному есть что-то общее когда команда просто сыпется вот что вот как ты это себе видишь я себе это вижу очень уже четко это когда во-первых каждый из игроков переживает каждый перекладывает свою долю ответственности подсознательно на другого человека то есть это примерно так голове происходит что ты думаешь типа ты умер понимаешь что мог убить при этом думаешь что кто-то за тебя сделает твою работу и вот так вот все абсолютно начинают думать или большинство в команде и никто соответственно ничего не может сделать никто не выкладывается на сто процентов или же допустим вот как вчера с корейцами мы ведем 8-2 и в принципе должны их дожимать были спокойно абсолютно играть и тут они нас начинают что-то я начинаю как бы играть похуже и вот у меня как раз такое ощущение было что вот сил просто нет и вот я вот играю и думаю откуда же взять силы так я себе сил эти не нашел мы отвратительно проигрываем вторую сторону но вот слава богу что поменявшись сторонами мы перед этим сделали перерыв много опять пообщались как-то взбодрились сказали друг другу там какие-то важные слова и в принципе убили корейцев и вот на этот выигрыш он повлиял достаточно сильно так как проиграв мы тогда корее такую игру мы вообще уже как бы все не склеились все бы было потеряно насколько я помню потом в сска играли да это была тяжелая ничья тяжелая ничья причем очень много ситуации в нашу пользу было за террористов мы взяли три раунда что в принципе является ну без пистолетов является сейчас какое стандартное стандартным набором раундов за террористов на трейне то есть как бы никто если брать все последние крупные турниры никто больше там пяти шести раундов без пистолетов то есть пистолетами 5-6 а без пистолетов как раз там три-четыре максимум два-три-четыре в принципе взяли эти три раунда могли брать больше было очень много ситуации в нашу пользу которые мы не использовали а потом просто вот что меня вчера удивило очень сильно мы ни на ни секунду после 12 счета 12-3 не сомневались что мы сейчас дадим камбэк причем это было вот обычно вот так 12-3 проигрывая но чисто человеческий отгонять всегда тяжелее да ну просто всегда даже когда бывшие наши камбэки все как бы давайте камбэк давайте ну вот видишь ты всегда понимаешь когда человек говорит открыто и уверенно но все стоят и верят в то что он говорит или там 12-3 проиграли и там говоришь там да камбэк камбэк но в итоге камбэка не случается а вот вчера после смены сторон мы все абсолютно были уверены что очень реально брать этот камбэк достаточно взять пистолет и все и все должно случиться ну наверное у вас зерогравити на это влияет в команде когда нужно вот именно как-то собраться и в сложной ситуации ну чтобы все верили друг другу то есть он как-то цементирует команду не ну конечно саша на роли она очень большая в команде он помогает своим опытом то есть он же первый чемпион украины грубо говоря ну тогда мы с нему познакомились в корее когда он первый раз привез свою команду играть я я тогда даже еще знал что такой кунтер страйк играл но право цига еще не слышал а потом в будущем только смотрел в новостях кто такой зерогравити поэтому это человек у которого просто вагон и маленькая тележка опыта и жизненного и игрового и он нам да помогает ну и плюс моя роль в команде тоже какие-то находить слова как-то сплощать этот коллектив все мы разные но в принципе за год мы как-то притерлись уже друг другу в принципе даже сейчас очень много ссоримся но всегда в принципе находим как помирить главное правильно мириться уметь мириться еще такой момент вот ты сегодня приехал второй день у вас все нет игры вы наблюдаете игры второй группы кого бы ты отметил и отдельно твои впечатления от игры москов файв отдельно я никого не могу отметить я просто знаю начальному год отметить команду мтв фикс я уже там другим порталом говорил что принципе мтв должны выиграть у поляков они сделали это практически без шансов но опять же тут никаких выводов делать нельзя поляки такая команда которая долго раскачивается на турнире тоже и в принципе главное выйти из группы а дальше как много лучше заиграют но мтв вот что что они очень стабильная команда просто весь прошлый год они играли очень стабильно и вот те турниры где они не входили в топ-3 это те турниры где мы занимали первые места и где мы с ними встречались на ранних стадиях выбивали эту команду в противном случае они бы всегда занимали топ-3 но они уже который раз хотят вам я так понимаю за вцг отомстить да не только за вцг у нас с ними личные счеты там очень серьезные они у нас выиграли всего два тускана 13 карт или 15 у них поэтому в принципе с ними играть будет очень весело и интересно насчет москов 5 думаю что нужен какой-то человек который бы внушил этой команде что не все заканчивается asus капами или какими-то внутренними российскими разборками снгшими потому что я вот не верю не понимаю каким образом в принципе уже стабильная топ-1 снг команда которая берет два суса подряд может проиграть 16-3 полякам или еще кому-то или даже на европейских финалах было видно что они допустим первые свои два матча проиграли просто в хлам а потом на следующий день что-то в себе нашли как-то переключились ну это все я думаю на уровне подсознания на уровне мотивации на уровне морали и вот таких вот качеств которые не может мне не объяснить никто кто кроме грамотного психолога или тренера какого-нибудь и не обязательно должен быть контер-страйк а именно подход к делу подход к турниру но тут как раз очень интересный вопрос возникает но ты очень эмоциональный игрок то есть у тебя бывают такие моменты когда вы берете решающий раунд или раунд который ну готовит решение вопроса в игре и скажем так у тебя уже есть фирменные выкрики то есть ты определенным образом заводишь команду вот а я смотрел на игры Moscow five они как-то очень ну как-то без эмоций вообще играют то есть них практически их нет да это минус минус команды минус тех двух человек которые стоят за ними потому что в принципе кроме того как найти спонсоров найти там решить вопросы с визами и так далее с базой надо еще и во время игры как-то пробовать собирать команду находить те слова которые помогут ребят ну да вот видимо этого не хватает плюс то есть в принципе вот в команде подобрались молчуны эдик разговаривает фокс разговаривает остальные молчат ромочки это надо надо вот я тебя сейчас решений не прошу сеня как бы ну все это понимают что надо в себе всегда совершенствовать себя и если они это понимают что они такие то надо как-то становиться лучше профессионально и работать над собой хорошо последний вопрос но он может быть такой глобально фундаментальный как ты считаешь какие сильные стороны у вашей команды чем вы отличаетесь от других ну кроме того чтобы трехкратные чемпионы мира прошлого года если ты хочешь именно почему да почему мы такие и почему вы отличаетесь почему вы можете а другие нет чем я не прошу раскрывать секреты но скажем так у тебя есть какое-то видение я думаю в принципе ничего сложного потому что во первых нашей команде собрались очень талантливые игроки то есть это именно те люди которые много времени в разных командах делали там по минус пять по минус три стабильно то есть которые выделялись своей игрой на конкретных cont court коллективах лидеры своих команд их да это лидеры своих команд именно фрак лидеры лидеры в игре то есть это люди которые понимали больше всего в этой игре, чем остальные. Плюс, не зря, опять же, Zero Gravity, это, опять же, первый чемпион Украины, и почему? То есть, если он человек, который становился много раз чемпионом Украины, много раз чемпионом СНГ, это значит не просто так, то есть, он что-то знает, что-то умеет. Он знает, что такое вкус победы. Да, и вот именно такие качества, они, в принципе, и приводят команду к успеху. Ну и, конечно, та мотивация, которую вначале нам дал Мурат Жумашевич, то есть, когда тебе сказали, мы тебе дадим все, ты лишь бы играй, и просто мы вначале, когда собрали команду, мы отдали себя на все сто процентов этому любимому делу, то есть, вообще-то очень великолепно, когда ты получаешь деньги за любимое дело. Ну это вообще счастье человеческое. Да, в мире, как бы, не очень много людей, даже миллионеров, миллиардеров, которые, в принципе, очень много денег, но они, в принципе, несчастны. И поэтому, я думаю, в принципе, вот именно эти качества и эти люди повлияли на результат команды в целом. Ну, наверное, ты так полностью ответил на вопрос. Спасибо тебе за интервью. Желаем вам удачи завтра, потому что, ну, здесь удача понадобится любой команде, потому что все очень сильные. И порой элемент случайности присутствует даже в игре совсем равных команд. Спасибо, Арсений. Я хочу сказать спасибо теперь нашим партнерам. Да, конечно. SteelSeries, Касперский, GameFrag.ru и Antec. Ну, а также привет родителям и всем друзьям. Болейте за нас. Спасибо.